Вопрос достаточно непростой, на него сложно ответить в кратком формате. Я в любом случае рекомендую всем интересующимся почитать статью Ленина «Социализм и религия». В решении этого вопроса я бы исходил из двух принципов. Во-первых, при социализме объективной почвы для религии нет, она исчезает. Потому что социализм – это общество, где люди – хозяева своей судьбы, они понимают, что происходит в природе, что происходит в обществе, и для них, соответственно, не остается ничего непознаваемого и потустороннего. Это первый аспект. А второй аспект – это свобода совести. Это совершенно рациональный и справедливый принцип, согласно которому нельзя человека примуждать думать то или иное против его воли. И вот исходя из этого, мне кажется, наша задача будет состоять не в том, чтобы оскорблять чувства верующих, это было бы неправильно и просто глупо, а в том, чтобы разоблачать религиозное мировоззрение, показывать, откуда возникла религия и на чем она держится. А вот в какой степени сочетать просвещение, просветительскую работу и воинствующий атеизм – это зависит в первую очередь от поведения самой церкви и ее адептов. На текущий момент взаимодействия между нашими организациями нету и, наверное, это стоило бы исправить, было бы полезно. Что касается отношения к Союзу марксистов, я могу высказать только свое личное мнение, поскольку у партии нету официальной позиции по этому поводу. Хотелось бы отметить ту позитивную просветительскую работу, которую товарищи ведут прежде всего в Ютубе, и также полезные инициативы по части рабочего движения. Например, в Москве созданный профсоюз курьеров – это очень полезная работа, которую сделал именно Союз марксистов. С другой стороны, как мне кажется, в политической позиции, в идеологии Союза марксистов очень много общей ливизны, а это, по мнению нас, коммунистов, до добра никогда не доводит. И также я бы отметил определенный организационный хаос. Вот когда за строительство партии берутся кружковцы, которые до этого занимались только теоретическим самообразованием, обычно получается бардак. Если кратко, то да. Особенно интенсивное взаимодействие со структурами КТР ведется в Питере, где у нас, пожалуй, одна из самых сильных организаций, связанных с рабочим движением. Мы при том понимаем ограниченность и определенную противоречивость такой формы, как конфедерация труда России. С одной стороны, КТР объединяет в своих рядах наиболее боевые, наиболее классовые профсоюзы в нашей стране, ну, такие как МПРА, защита труда, новопров. С другой стороны, мы понимаем, что для сохранения нынешнего статуса, нынешнего положения руководство конфедерации должно не заплывать за буйки, как говорится. Что, например, особенно проявилось во время протестов против пенсионной реформы. Ну, мы относимся с пониманием к той политике, которую ведет КТР. Где надо, поддерживаем, где надо, критикуем. В целом, взаимодействие есть. Продолжение следует...